Друзья мои, здравствуйте. Сегодня 7 октября. Блогер из Перми, сотрудник ГГБ, опальный Бесслан Цейбэйч. Друзья мои, сегодня исполняется 70 лет Владимиру Путину. Такая знаковая дата для человека. Ну, практически, это подведение итогов. И вот, я думаю, что только сейчас Владимир Владимирович, мне кажется, понял, какую тяжесть он взвалил на себя. Ну, вообще, кто такой Путин? Это человек, ну, к сожалению, политическая реформа не самая сильная сторона в системе управления нашей. И, как правило, во главе государства оказываются самые бесполезные, бестолковые и самые неконкурентоспособные личности. Так было с Горбачевым, отчасти с Брежневым, с Хрущевым и так же и с Путиным. Но об этом пишут уже. Я вот лично с ним не служил, когда он меня соприкасался. У нас разное поколение с ним, он, по-моему, но его уволил Крючков из КГБ, с формулировок, я знаю, писал. Это потом переписали, чтобы этого мерзавца близко не было в КГБ. Почему? Они нас с бандитами через Финляндию машины гоняли там и так далее. И вот ушел только к Собчаку, КЧП поддержал там, все это, все. И его Чубайс обратно взял в Москву, когда его там, Собчак проиграл все выборы, когда штаб возговорил Путин. Почему? Ну, он был такой, своего рода, решаемый, да, при помощи бандитов, как пишут. При помощи всего он мог решать так негласными методами все, что... Презаконность там речи не идет. Более того, когда его уволил начальник в КГБ в Ленинградском, документы Крючкову подписали. Тогда же не сажали все-таки сотрудников. Это было, ну, из Бурян, вон, выходя там и так далее. Все-таки там, тогда-то были гуманисты, люди очень серьезные. И в управлении, и никто без пенсии, без куска хлеба тебя бы не оставил. Все равно, ну, заботились там. Ну, все-таки это была система управления. Сложная, многоуровневая. А на его характеристике, на его личном деле, на все, что он мерзавца близко в КГБ не было, про Путина. И он, говорит, отыгрался на начальнике своем, лишил его пенсии. Потом, ну, посадить не мог, в сроке давности. Ну, ладно. И его привел Березовский же, да, который фактически там семья. И он полагал, что, ну, Путин никакой. Он, говорит, за его спиной я буду все это управлять. Причем рассказываю, что, когда назвали фамилию Путина к следующим преемникам, то его начальник Собчак, он четыре часа рассказывал о том, почему Путин не может быть, Вова не может быть президентом. Ну, не может он быть президентом. То есть, никаких шансов у него в жизни никогда не было. Это было обычно решайло. Вот таких решайло в городах огромное-огромное количество. Сколько там дел уголовных было возбуждено, как пишут в СМИ. Ну, ладно. Но, тем не менее, вот он понял, что все-таки нужно менять страну, нужно менять экономику. А как менять? А кто это будет делать? Армии нет, проходительной системы нет, безопасности нет, экономического блока нет, ничего нет. И идеи у тебя в голове нет, да? Ленин при всем там, так сказать, и так далее, но у него были какие-то идеи. Сталин при всем, но у него тоже были какие-то идеи. Он готов идти был на Голгоф, унести свой. Это же ничего. А надо выбираться из тяжелейшего кризиса. Разрушено, уничтожено абсолютно все. И самое главное, кто-то некомпетентные люди кругом. Вороватые, жуликоватые. Как вот эту систему развернуть к развитию, дать стране возможность трудиться, развиваться, строить, изобретать. Поэтому, ну, пожелаем, конечно, крепкого здоровья, потому что, ну, он такую систему создал, что все зациклено на него. Ни один институт не работает. Ни суды, ни прокуратура, ни выборов, ни парламентов, ничего нет. Все на него. Поэтому его уход, это, конечно, катастрофа для страны, которую мы, конечно, уже не переживем. Поэтому мы хотим все-таки... Знаете, как вот делали перевороты? Не путем революции, а расставить вокруг всего него, так сказать, таких людей нужных, образованных, которые повернут без потрясений страну на путь развития, созидания. Люди должны трудиться. Тем более, что наши граждане достойны этого. Они должны жить лучше. Да и возможности для этого есть. Все восстановим. На самом деле, ну, вот, правительство Примакова долажит 24% роста за 9 месяцев. То есть, запустим все очень быстро. Преодолеем все эти напасти. Возможности есть, реально. Все это решаемо. Но вот вопрос в одном. Когда созреет Владимир Владимирович Путин? Когда он поймет, что путь, на который он встал, тупиковый, тупиковый. Ну, вот и сегодня, видите, война. Фактически страна не совсем готова, чтобы операции такие проводить. Очень много проблем. Но, тем не менее, пожелаем Владимиру Владимировичу крепкого здоровья. Самое главное. Потому что, к сожалению, я за него никогда не голосовал, его не поддерживал Владимиру Владимировичу. Но, тем не менее, от его зависит, от его решения зависит очень много. В судьбе каждого из нас. И моей, и вашей, и так далее. Желаем крепкого здоровья. Ну, и побыстрее становиться лидером нации. Выводить страну из тяжелейшего кризиса. Спасибо. Ваш Бессон, Алексей Борисович.